Проложайте. Давайте не будем куражиться. Давай, врывайся. Мы не откажем. Давай, куражем. Проложайте. Давайте не будем куражиться. Давай с нами. Сейчас покажем, как мы куражем. Проложайте. Давайте не будем куражиться. По существу вопрос, по существу ответ. Вы же много раз произнесли фразу «разойдемся». Проложайте. Будете плохо вести, ограничено. Что вести? Плохо себя вести будете. А я плохо себя веду? Пока да. А какие признаки? Проложайте. А то, что я не продолжаю? Продолжайте вопросы задавать Вы понимаете меня? Ну что, действуем? Как ты там говорила? Готовься к плохому и... Да ну нет уж Пошли всех мочить Ну как? Лечить Лечить, а не мочить Еще круче Здравствуйте Ну разденьтесь, там вешалка же Сидите, разденьтесь Я не хочу оставлять без присмотра свою одежду Там никто ничего не тронет Мне все равно есть под присмотром Геннадий Анатольевич, да? Насколько вам? Слушаю вас У меня есть несколько вопросов Я сейчас прочитаю их Хотел бы получить ответы Так, вопрос номер один Вы получали запрос информационного агентства СМИ Камчатский регион 23.02.2023? Получали, я сейчас точно не могу сказать А ответ на него предоставлен? А куда я сейчас знаю? Надо смотреть Вопрос оставляйте Мы подготовим Вам ответим Ну дело в том, что уже больше недели прошло Я сейчас вам по памяти не могу сказать Вопрос был У нас очень много запросов И мы даем очень много ответов То есть пояснить не можете, да? Да А ответ был предоставлен? Не помните? Ну я смотреть надо уточнять Вероятно был Мы обычно всегда стараемся давать ответы в срок Если нет форс-мажора Дополнительные проверки Или еще что-нибудь Мы этот вопрос сможем потом выяснить? Мы отдельно вам сообщим Когда? В какой форме? Вот в письменной Ну вы вопрос задали свой? Да Я вам ответил Мы вам сообщим Если запрос был Мы на него ответим Ну дело в том, что уже Давайте не будем сейчас припираться Я вам ответил Следующий Я не припираюсь Вы говорите, что вы всегда отвечаете в сроки Сроки уже нарушены Всегда В соответствии с законом о СМИ Семь суток на ответ Давайте следующий Добро Так Третий вопрос Почему не пускали слушателей в кабинет номер 529 И даже в здание суда На судебное заседание 20, 21 и 22 февраля 2023 года По уголовному делу по части 1 Статиста действует КРФ По обвинению Матвича Кольга Там решает председательствующий Все зависит от возможностей Помещение В которое В котором проводят судебное заседание Я сейчас не могу вам сказать То есть это его решение Конкретно этим Я думаю, что да Председательствующий решает А в здание суда Мы не пускаем людей Которые нарушают порядок Вероятно Это надо сохранность смотреть Конкретный Разбирать конкретный случай Дело в том, что как минимум 8 человек не пустят Вот сейчас я вам На этот вопрос ответить не могу Потому что Надо разбираться Когда В какое время Кто был Кто пришел А с кем разбираться? Следующий вопрос Пишите письменный запрос Кто заинтересован Мы дадим ответ Так вот он как раз и написан Первый вопрос был Про это Ну когда он подан 23 февраля Значит ответим Значит ответим Ну уже сроки нарушены Так Четвертый вопрос Почему не было судебных приставов На этих судебных заседаниях И даже на пятом этаже? Это решает председательствующий Председательствующий по делу Решает вопрос Приглашать приставов Для того, чтобы Общественный порядок Не нарушали Либо нет Это решение А это решение как принимается В письменном или устном виде? В устном Ну в любом В письменном В устном Заявка подается Распоряжением Судьи Следующий вопрос А вот это решение Вот конкретно По этому случаю Я не могу сейчас сказать Не можете? Конечно Ясно Ясно Подскажите Пятый вопрос Эти судебные заседания Прошли в открытом Или закрытом режиме? Конкретное судебное заседание Я не знаю Это надо У председательствующего Спасов Протоколы смотреть Откуда я знаю В каком режиме Проходило судебное заседание? Ну то есть вам неизвестно А там кто был председательствующий? Тройновский Евгений Сергеевич Тройновского И спрашивать надо Суд же принимает решение Закрытое или открытое Проблемение Шестой вопрос Было ли вынесено Письменное определение Судьей Или постановление Судом О переводе Этих судебных заседаний В закрытый режим? Я ответил на этот вопрос Неизвестно вам, да? Седьмое Имеет ли право Судья И на каком основании Выносить устное распоряжение? Я не адвокат И консультация не даю Следующий вопрос Вы не заслушали? Вопросов мне не задавать не надо Как не надо? Ну вот потому что Я консультации не даю Имеет ли право Не имеет ли право Смотрите закон Идите в юридическую консультацию Они вас проконсультируют Следующий вопрос Ясно Восьмое Состоит ли Сургутский городской суд На учете в ФНС По местонахождению Как подразделение? Это вопрос не ко мне Пожалуйста В судебный департамент Там разбирайтесь Состоит, не состоит Мы не юридическое лицо Дальше А какая у вас форма? Дальше Ну это вопрос Я не буду этот вопрос С вами обсуждать Провожайте дальше Потому что Не имеет отношения Ни к какому конкретному делу Провожайте дальше Как не имеет? Вы будете провожать? Или мы расстанемся? Конечно Провожайте Так вы не даете продолжить? Вопросы освещайте еще Так у меня не только эти вопросы У меня еще свои вопросы есть Пожалуйста Провожайте Ну я вот и задаю вопрос Какая организационная форма? Я сказал вам Я на этот вопрос Отвечать вам не буду Все ясно Так Девятый вопрос У Сургутского городского суда Есть КПП У ГРН и НН? Я ведь сказал То же самое То же самое Не будете отвечать? Не буду отвечать Отлично Так Десятый вопрос Есть ли у Сургутского городского суда Лицензия на обработку персональных данных? Вы конкретно пришли Ко мне с каким вопросом? По организации работы суда? Не надо Я с вами эти вопросы обсуждать не буду Подобного характера вопросы Мне не задавайте Почему? Потому что я неуполномочен отвечать на эти вопросы А кому можно задать эти вопросы? Я не знаю И задавайте в судебный департамент Они у нас юридическое лицо Все вопросы к нему А вы как-то к ним относитесь? Дальше Провожайте дальше Не просто для понимания Вы их подразделение, отдел Все это на сайте у нас имеется Вся структура имеется на сайте Ну вы устно поясните Продолжайте дальше Я вас предупреждаю О чем? В случае, если вы продолжите в таком тоне Со мной разговаривать Мы с вами расстанемся Вы прекратите прием? Да Нарушите статью 13 закона 59 Я не нарушу, я просто прекращу прием На каком основании? У меня еще много вопросов Задавайте Второй подвопрос Десятого вопроса Кто ответственный за обработку персональных данных? Я ответа вам не дам Отлично Одиннадцатый вопрос Обязаны ли сотрудники суда носить бейджики И как их вообще можно идентифицировать? Продолжайте Я отвечать на этот вопрос не буду Двенадцатый Есть ли в здании информационный стенд? Конечно На входе вы же видите Отлично Тринадцатый Кто ответственный за размещение информации на этом информационном стенде? У нас существует пресс-служба Которая ответственна Ну там по зонам А можно назвать конкретное должностное лицо? Фамилия, имя, отчество? Должность? Вы ко мне пришли? Да, к вам Я вам отвечаю Так Я вам отвечаю Всю информацию вы можете получить на сайте Сургутского городского суда Я не нашел там эту информацию Внимательно читайте и внимательно ищите Провожайте дальше Ну дело в том, что Продолжайте дальше Я сейчас с вами в дискуссию вступать не буду А личный прием не предусматривает? Не предусматривает дискуссии личный прием Вообще ни в каком виде А что он предусматривает? Давайте продолжайте Вы пришли по Вы пришли по Скандалить? Нет Ну тогда давайте в рабочем режиме Пройдем все ваши вопросы И все и разойдемся Прожайте Как в море корабли Как я и обещал Товарищи специалисты Прослушают Танюшу Сделают анализ ее талантом Так сказать Составят мнение Быть или не быть ей артисткой И разойдемся по-хорошему Пройдем все ваши вопросы И все и разойдемся Прожайте Как в море корабли Разошлись как в море корабли Ничего друг другу не сказав Пройдем все ваши вопросы И все и разойдемся Прожайте Как в море корабли Так Если Двенадцатый задал Тринадцатый Тоже задал Четырнадцатый вопрос Где должна быть развещена информация О графике личного приема? Ну она же есть у вас на сайте Она есть у нас на стенде Пожалуйста На информационном стенде На первом этаже есть, да? Эта информация И на сайте тоже есть А где конкретно Вот от входа Справа или слева? Ну вы Заходите в здание Ведь часто Ну смотрите по сторонам На правой стороне У нас стенда есть Где все написано На сайте официальная информация Где все Ну вы же пришли ко мне Прием на прием Значит вы где-то прочитали Это все Прожайте дальше Под вопрос Кем, когда и каким образом Утвержден график личного приема? Председатель На основании чего? Распоряжение, приказ? Конечно А номер, дата Можете назвать? Есть на сайте Вся информация Которую вы можете там прочитать Не нашел? Ищите внимательно Читайте, ищите внимательно По ссылочкам Заходите А вы находили? Конечно Можете поделиться? Проложайте Давайте не будем куражиться Давай врубайся Мы не откажем А мы куражем Проложайте Давайте не будем куражиться Давай с нами Сейчас покажем А мы куражем Проложайте Давайте не будем куражиться По существу вопрос По существу ответ Пятнадцатый вопрос По какому адресу Мы сейчас находимся? на профсоюзов 37. Город Сургут. Правильно? Отлично. 16 вопрос. По какому адресу находится здание сургутского городского суда? Продолжайте. Следующий вопрос. Поэтому же... Продолжайте. Следующий вопрос. Если будете открыто издеваться, мы с вами общение... Я не издеваюсь, я уточняю информацию. Продолжайте дальше. 17 вопрос. Кто владелец этого здания? Продолжайте дальше. Отказывайся? Да, не буду отвечать. Благодарство. Так, 18 вопрос. Кому принадлежит земля под зданием сургутского городского суда? Продолжайте дальше. Это вся информация у судебного департамента. Кто владелец? Вы как будто не знаете. Это собственность федеральная в оперативном управлении судебного департамента. О чем мы разговариваем-то с вами? Так скажите, я не знаю. Вы читаете, все на сайте написано. Продолжайте дальше. Я искал, там нет информации. Продолжайте дальше. Ну, плохо смотрите, значит, невнимательно. Дальше. Нет, вы просто скажите... Продолжайте дальше. Я продолжу. Вы мне не указывайте, что мне делать. Я знаю, что мне делать. Продолжайте. Вы просто ответьте на вопрос. Скажите, я не знаю. Либо обращайтесь за информацией в судебный департамент. С вами вступать вот в подобного рода диалог. Кто собственник? Какое право? Давайте. Ну, а на вопрос я могу получить ответ? Ну, посмотрим сейчас, какие вопросы будут. То есть, избирательность. Почему избирательность? Есть вещи, на которые я не буду вам, значит, отвечать. Вот и все. По разным причинам. Под вопрос 18-го. Кадастровый номер, разрешенный использование, стоимость земельного участка. Продолжайте дальше. Отказываетесь? Да. Отлично. 19-е. На чьем балансе находятся металлодетекторные рамки? Продолжайте дальше. Ну, подождите. Это очень важный вопрос. Продолжайте дальше. Который интересует многих людей. У вас много еще вопросов? Ну, нет. Тут чуть-чуть осталось. Давайте. Закончим и все. И разойдемся. Продолжайте дальше. Вы ограничиваете меня в приеме? Нет. Во времени? Ну, я же вам, разве, об этом сказал? Я спросил, сколько у вас вопросов? Вы уже много раз произнесли фразу «разойдемся». Продолжайте. Будете плохо вести, ограничим. Что вести? Плохо себе вести будете. А я плохо себя веду? Пока да. А какие признаки? Продолжайте. А то, что я не продолжаю? Продолжайте вопросы задавать. Вы понимаете меня? Так я задаю вопросы. Вы меня понимаете? Я вас понимаю. Вы меня не понимаете. Я задаю вопросы. Вы мне постоянно говорите. Продолжайте задавать вопросы. То есть, мне надо зачитать все вопросы и просто уйти? Задавайте вопросы. Ну, почему? На некоторые я отвечу, на которые возможно. Ну, так вот я и хочу выяснить. Продолжайте дальше вопросы задавать. Мне нужен ответ на этот вопрос. Да, нет, не знаю. Я нет. Я сказал вам, я нет. Не дам вам. Вы не говорили нет. Вы сказали продолжайте. Я сказал нет. Ответ на этот вопрос я вам не дам. Вот так. Вот это хороший ответ. Так, так, так. Девятнадцатый вопрос. На чем баланс... Вы отказались, да? Про металлодетекторные рамки отвечать. Двадцатый вопрос. Где и как можно получить документацию на эти рамки? В судебном департаменте. У вас здания нету этих документов? В судебном департаменте вы можете получить. Я же ответил. Но у вас же по идее копии должны быть... В судебном департаменте вам все предоставили. Ну, рамки-то не там стоят, а здесь... Я ответил. Ясно. Не хотите общаться. Двадцатый вопрос. Кем и когда утверждены правила пропуска посетителей в здание? Ну, там же есть номер приказа. Все есть. Опубликовано. Идите, смотрите. На сайте у нас все есть. Не, ну, дело в том, что я вот как раз... Да я просто... У меня под рукой нет. Я вам сейчас не могу сказать. А я вот сфотографировал. Смотрите. Тут написано, да? Начальником управления судебного департамента. Пожалуйста. Написано, председатель суда Хантамасийского автономного округа. Согласовано. Даже указан приказ от 01 февраля 2016 года. Номер 53-о. Конечно. А с приказом как можно ознакомиться с этим? Дело в том, что не написано, чей приказ, кем подписан. Как можно с приказом ознакомиться вот этот 53-о? Ну, с самими правилами вы можете ознакомиться внизу, вам дадут. Может, к администратору подойти. Какой-то или нет. Приказ. Вот написано... Пишите заявление, мы там посмотрим, порассматриваем, что это. То есть, так и писать, да? Приказ номер 53-о? С приказом я не знаю. Приказ есть у нас или нет. Сами правила-то есть. Приказ – это внутренний документ. Он находится либо в суде округа, либо в судебном департаменте. К нам приходит только именно правило, которые утверждены приказом. Этого достаточно нам для того, чтобы использовать его в работе. Продолжайте дальше. Прошу вас, продолжайте. Продолжайте дальше. Я ответил. Для информации, вы в курсе, что на Камчатском регионе... Я не знаю про Камчатский регионе. Вам не интересно? Не интересно. Ясно. Мы руководствуемся тем, что у нас есть. Так, 22-ой вопрос. Был ли кем-то издан приказ об утверждении этих правил? Разобрались так. 23-й вопрос. Прошли ли проверку, изрегистрированы ли в Минюсте эти правила? Это к департаменту вопросы. Их приказ, их правила. Отказываетесь, да, отвечаете? Ну, я просто отсылаю вас к этому, значит, субъекту для того, чтобы вы там все решили вопрос. Это не моя компетенция. Откуда я знаю? Продолжайте дальше. Прошу вас. Продолжайте. Так, 23-й задал. 24-й. Кто ответственный за общественный туалет зданий Тургутского городского суда? Ну, у нас нет ответственного за туалет. У нас есть администратор, у нас есть начальник отдела организационный, который занимается общим хозяйством зданий и суда. Фамилию, имя, 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 должность администратора можете назвать? Вы письменно напишите, что вам надо, мы вам дадим. Вас не устроил туалет? А? Вас не устроил туалет? Не только меня, общественность жалует. Я вам больше скажу. Вообще вы обращали внимание на здание, в котором мы работаем? Обращал внимание. На сайте суда написано, что это временное здание. Ну, пожалуйста. Вот в чем проблема-то. Я вам больше скажу. У нас нет конвойного помещения, которое обязано. У нас нет решеток на первом этаже. У нас нет решеток, значит, когда мы ведем конвой. У нас конвой ходит по общим коридорам. Вы на это обращали внимание? Обращал, конечно. У нас нет залов судебного свидания. У нас практически из 15 судей по гражданским делам залы имеют только 2 или 3 судей. Остальные не имеют залы, проводят судебные свидания в кабинетах. Вы на это обращали внимание? Здание, в котором мы находимся, оно полностью не приспособлено и непригодно для работы в нем суду. Понятно? Это общеизвестный факт, о котором мы говорим везде, на каждом совещании. Лично я об этом говорю. Ну, а вы про туалет спрашиваете. А какие-то меры планируются предпринять, чтобы переехать на новое здание? В настоящее время решается вопрос, подбирается здание, куда мы можем переехать, где может быть проведен вопрос. Но все нюансы, всеми нюансами занимается судебный департамент. Мы просто можем обозначить эту проблему и постоянно держим и в курсе, и в тонусе, для того, чтобы они это не забывали. Но, к сожалению, ситуация не зависит от нас. И во многом она не зависит даже и от судебного департамента. Потому что все это выпирается в финансы, все это выпирается в строительство, либо в ремонты. Понимаете? Это существуют определенные сроки. Ну, очень сложный вопрос. Поэтому то, что здесь нет туалета, вы не открыли Америку, это действительно так. И туалеты здесь не очень хорошие, и для сотрудников точно такие же туалеты, в которых мы находимся. И по первому этажу постоянно запахи мы устраняем. И то, что у нас стоки в подвал спускаются, периодически прорывается старая канализация, это тоже очевидно. Астапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. В подвале у нас иногда бывает так, что 20 сантиметров у нас там отходов и от стоев находятся. Борщов! Ну что? Я свое отработал. Ты мастер, ты думай. Товарищ дорогой, а как же мы? Не попить, не поесть, не постирать. Ведь 300 квартир без воды стоят. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. Верно я говорю? Ну запахи канализации присутствуют. По весне я могу сказать, весь снег, который здесь находится, он у нас оказывается в подвале, откуда мы его выкачиваем. Все вопросы мы решаем постоянно. Вот и все. Продолжайте. Про туалеты напишите письменный запрос, мы вам ответим, что вас не устраивает. Но то, что вот у нас ситуация такая, это очевидно. Ну, дело в том, что не только мужское, но и женское население жалуются. Да я согласен, я ведь не спорю. Я согласен, что, ну, недостаточно комфортные условия. Я вам говорю, это и для работников суда, это и для работников суда. Вот у нас здесь работает 150 человек. 150 человек вот в таких условиях целый день. Целый день. Понимаете? Они в кабинетиках маленьких приходят и находятся, и кушают здесь, обедают. И работают, и принимают людей. Все вместе. И ходят все вместе в места общего пользования. Вот и все. Вы же прекрасно знаете, в каких условиях они должны работать. Должны быть какие-то определенные помещения, где человек должен, ну, чай себе сделать и обед принять. Правильно? Мы же практически 90% здесь всех сотрудников, они принимают пищу здесь, в здании суда. Потому что, во-первых, мы оторваны промышленной зоной, далеко идти в столовую. Ну, во-вторых, не каждому хватает времени для этого. Это все. А столовой у вас нет? Нет столовой. У нас, во-первых, не положено. А столовая. А во-вторых, просто места нет. Может быть, мы сделали бы что-то подобие буфета на сегодняшний день. Потому что места нет. Места нет для того, чтобы сделать буфет, и для того, чтобы он соответствовал всем нормам и нормативам. Санпинам, нормам. Ну, вы же прекрасно понимаете, что для этого нужно. А у нас ни канализации нормальной, ни воды нет. У нас был здесь буфетик, если вы помните, лет, наверное, семь назад, восемь, девять назад, когда еще здесь было здание общего пользования. Когда мы занимали два этажа. Мы просто вынуждены были закрыться, потому что санпинстанция, она просто не слазила с нас. И когда мы стали, в принципе, владеть всем этим зданием, стал вопрос, либо мы будем сейчас постоянно страх оплатить в судебный департамент, да, либо мы откажемся от этого. Поэтому сейчас вот люди, сотрудники выходят из положения, заказывают разовые обеды там, и вот приезжают сотрудники в пакетиках, в коробочках. Дают все раз, разносятся право этим самым. Вот и все. В общем, кто ответственный за общественные туалеты, это через весь мир? Да нет у нас такого. У нас есть руководитель, который занимается хозяйством в здании суда. Он занимается и туалетами, и коридорами, и порядком, и паутиной. Это для чего? А, это заправка, чтобы паутиной стрелять. А что? И порядком, и паутиной. Из тебя стреляют? Да. А ты так не можешь? Не могу. Не понимаю, как. И порядком, и паутиной. Ладно, не отвлекаемся, смотрите. И всем абсолютно, и мебелью. Все вопросы мы ему задаем. Когда я иду и чувствую запах на первом этаже, я приглашаю руководителя, администратора там, или начальника отдела. Я говорю, ну почему мы не можем запах-то устранить? И мы его устраняем. Да что ты, черт побери, такое несешь? И мы его устраняем. Ну каким образом? Ты мастер, ты думай. Использование каких-то средств специальных, не знаю. Сейчас же много средств. Вот и все. Но, к сожалению, здесь, видите, еще от культуры лиц, посещающих эти, так сказать, места, все зависит. Если вы заходите в этот туалет, я вот захожу обязательно, раз в два дня, я просто смотрю, если он открыт. И, к сожалению, вот культура пользования этими местами, она у нас не очень хорошая. Вот зайдите просто, вот посмотрите сторонним глазом, куда народ ходит, как ходит. Ну это вот все очевидно. Ну подскажите, вот эта культура пользования предусматривает наличие туалетной бумаги? Конечно предусматривает. А она у вас есть в туалете? Исчезает в мгновенно. Бежим скорее за туалеткой. О, что, какую взять? Ой, пало. Ну ладно. Короче, оторвали мы туалетку. Сейчас будем проверять. А она у вас есть в туалете? Исчезает в мгновенно. Ну что, положили на пол теперь. Разливаем, разливаем. Офигеть. Ее нет, смотрите. А она у вас есть в туалете? Исчезает в мгновенно. Есть. Исчезает? Угу. Не израсходуется, а исчезает? Ну, почему? Может быть, расходуется быстро. Ну, вот если каждые 2-3 часа приходить и ставить. У нас просто есть определенные лимиты. Вот, кстати, я могу сказать. Да, у нас существует финансирование, по которому мы приобретаем эту туалетную бумагу. А какие, каковы лимиты? Я сейчас не буду. Ну, откуда я сейчас знаю? Ну, я вот хотел бы узнать фамилии, имя и отчества администратора, который за это отвечает. Мы и так остановились на этом вопросе. Я очень широко его осветил. То есть, через письменный запрос, да? Конечно. Фамилия и имя и отчества ответственного? Да. Нет. Так, 25-й вопрос. Сколько в здании общественных туалетов? В здании общественных туалетов у нас один. Ну, и вы имеете для граждан? Для посетителей. Для посетителей один. На первом этаже, да? На первом этаже, да? Так, этот вопрос снимается. Уже ответили. Так, так, так. Последний вопрос. Какой самый большой зал для судебных заседаний в этом здании? Номер кабинета можешь мне назвать? Могу. 201-й. 201-й? Да. Там мы проводим судебные заседания с присяжными заседателями. А на сегодняшний день, я вам могу сказать, площадь. Если площадь... Там у нас три окна. Это 50... 36 плюс 18. Сколько? 50? 50 метров. 52, может быть, так. 52 метра. А посадочных мест примерно сколько там? Не можете подсказать? 50 человек может за это разместиться? Нет, нет, нет. Нет. Мы сейчас рассматриваем большое дело уголовное. Там у нас 20 подсудимых. К сожалению, мы все помещения в нашем суде проверили. И ни одно не может быть приспособлено для проведения судебного заседания. Значит, ну, самый большой зал судебного заседания, вот, с присяжными заседателями, там, я думаю, максимум 10 места для свидетелей. Максимум 10. Почему? Потому что, во-первых, там присяжные заседатели, 100 председательствующего конвойное, значит, помещение для содержания там подсудимого под стражей, прокуроры, адвокаты и свидетелей, я думаю, 10 человек. Ну, я вот точно не могу сказать. Но я думаю, что там не больше четырех лавок. А можно пройти посмотреть этот кабинет? Мы экскурсию-то не устраиваем. Просто открыть, я посмотрю, даже заходить не буду. Он открыт, нет? Нет, он закрыт. А у кого ключи находятся? Для процесса. Вам-то зачем это нужно? Зачем? Дело в том, что... Вы участник процесса? Вас пригласили в дверь? Как журналист. Как журналист по уголовному делу 110-е доведение до самоубийства медсестры. Я же разучил. То есть, главный мотив приставов, когда они не пропускали слушать в это здание. А вот я вам, знаете, что хочу сказать? Вы, может быть, неправильно считаете. Когда мы в зале судебного заседания располагаем всех участников, да, и, естественно, лиц, которые могут присутствовать, мы это делаем с учетом свидетелей, которые будут допрошены в судебном заседании. Потому что каждый свидетель имеет право остаться в зале судебного заседания, имеет право уйти. Поэтому председательствующий при расчете посадочных мест поседителей, он, естественно, учитывает свидетелей. Если у него по делу проходит 5-10 свидетелей, он должен оставить место посадочное для этих свидетелей. Для того, чтобы потом, когда допросил свидетеля, он мог ему разъяснить, вы можете остаться в зале судебного заседания. И, естественно, он не должен садиться на колени кому-то из присутствующих, а просто иметь свое посадочное место. Либо может выйти. Вот и все. Поэтому, естественно, когда вы видите пустые места, вы должны понимать, что это создано специально для того, чтобы при работе свидетелям был предоставлен такой вот выбор. Вот и все. В течение трех дней допрашивали в день максимум двух свидетелей. Ни один из них не захотел остаться в зале. Это мы опять о конкретном деле. Да, и было свободно как минимум 20 посадочных мест. И еще 10 стоячих. Слушатели готовы согласиться на стоячие места? Слушатели готовы. Это не позволить им. Я сам всегда стоял. Посмотрим. Посмотрите, пожалуйста. Там он за кем? За Люпина? За Люпина. Надо было просто позвонить. Мы с вами сможем этот вопрос? Просто мне интересует посмотреть. Я не фотографировать, ничего не снимать не буду. Просто визуально посмотреть. Мне пять секунд достаточно будет. Вот этот зал, о котором я сказал, самый большой, он большой, может быть, по площади больше вот таких залов, вот как этот кабинет. За счет чего? За счет того, что площадь больше. А фактически, может быть, наполняемость в нем даже меньше, чем в зале, в котором работает, допустим, у нас Сынин, да, у него на три окна точно такой же. Почему? Потому что в нем отгорожено место для присяжных заседателей. Вы представляете, да? Присяжные заседатели. У них отдельная дверь в совещательную комнату. Большая клетка стоит. То есть вот за счет этих вот, так сказать, дополнительных сооружений общая площадь уменьшается. Я бы вам посоветовал, значит, посмотреть зал у Сынина на третьем этаже. Он тоже на три окна. А какой кабинет номера? А что касается, вы хотите просто там попросить, чтобы там проводили судебные заседания? Возможно, через адвокатов. Возможно, через запрос СМИ. Возможно, общественное, коллективное обращение будет. Это решает все председательствующие. Понимаете, в чем дело? Ну, вот и хотим ему написать, чтобы выделили более просторный кабинет, чтобы могли присутствовать слушатели. Напишите. И из своего опыта скажу, что многократно и не только здесь, в Сургуте, в других городах решали вопрос по сидячим местам, методам стулья из других кабинетов приносили и размещали слушателей. Есть там варианты? Варианты всегда можно найти. Так, ну, у меня, в принципе, все. До свидания. Благодарства. Всего хорошего. Всего хорошего. Мы тоже. Сейчас вот приборчиком измерили в рамку вашей, чтобы не оказывало вредное влияние, надо стоять на расстоянии как минимум на 2 метра. А вот ручной металлодетектор абсолютно безопасен в пределах воды. Ну, у нас есть правила, поэтому я не знаю почему, но мы проверяли рамку недавно. Она у нас, в принципе, наоборот показала очень слабые параметры. А протоколы исследований есть? Ну, приезжали специалисты, я не знаю, они, наверное, в департаменте есть. А кто приезжал? Какая служба? Ну, специалисты, которые гарантировали, обслуживают нашу рамку. Как фирму? Ну, это в департаменте, я не знаю. Мы просто вызвали, она у нас одно время по просьбе приставов вроде стало плохо определять металлические вещи, мы вызвали эту фирму, они проверили, сказали, что все в порядке, но в целом, сказали, она у нас даже по своим техническим характеристикам, она даже слабее, нежели рамки аэропорта или еще где-то каких-то других. То есть, сама модель, модификация ее, она недостаточно жесткая. Я прислонил прибор к самой рамке, у меня все индикаторы зашкалили. Ну, я не знаю, вы специалист в этой отрасли? Ну, кое-что соображает. Ну, я вот, допустим, не знаю. Вот это китайский приборчик, мы скоро возьмем сертифицированный Российской Федерации прибор и оформим официальный протокол исследованием. Да ради бога, ради бога. Это все вопросы к судебному департаменту. Рамка появилась не по нашему желанию, понимаете? Вот и все. Ну, дело в том, что законом предусмотрено право на альтернативный проход. А в большинстве случаев... При определенных условиях. Нет, просто право. Там не прописаны условия. Давайте сейчас... Давайте сейчас... И во всех детских садах, школах. Благодарство. Всего хорошего. Так, 201 кабинет. Можем посмотреть? Да, мне не давал прокладистить. Ну, мы же только что с вами разговаривали. Да, я не разговаривал с вами. Геннадий Анатольевич, я могу посмотреть 201 кабинет? Ну, да, я же сказал. Погнали, что там, помощник, люди. Они в каком сидят? Просто сказали, что вы не давали таких указаний? Нет. Давайте так. Вот сейчас помощник отправит вас к помощнику Любина. Они находятся на втором этаже. Там же и запад. Добро. Они откроют, вам покажут. Добро. Вот и все. Благодарствую. Спасибо. 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 Спасибо.